На Акроне подведены итоги конкурса профессионального мастерства. Лучших работников химического гиганта чествовали в торжественной обстановке. Аппаратчик конверсии на четвертом агрегате АМИАКа Владислав Васильчиков с радостью и немного с удивлением держит в руках диплом победителя конкурса профмастерства. Его команда заняла первое место. Чтобы получить лучший результат, пришлось постараться преодолеть три этапа. Теоретически, практический и творческий. Создать инновационный проект. Команда Владислава предложила способ получать из природного газа синтетический бензин отличного качества. Как раз за оценку этой работы ребята больше всего и переживали. Опыта такого производства в России нет. Есть зарубежные компании, которые этим занимаются. Но на поток не поставлено, потому что на выходе бензин получается очень дорогой. И преимущество нашего проекта в том, что у нас подготовленная площадка для этого. И есть нереализованный газ. Вот, собственно, с помощью него у нас мог бы получаться конкурентный бензин. Всего в конкурсе принимали участие 10 команд. Все они показали высокие результаты. Впрочем, для членов жюри это было ожидаемо. Поэтому борьба шла не только за первые три места, но и за победу в специальных номинациях. Как в командном, так и в личном зачетах. Лучший спасатель или лучший эрудит, идейные мыслители или мастера на все руки. Волнение, небольшой страх. Конечно, он присутствует. Здесь ничего нельзя сделать. Но уже начиная с первого дня конкурса, даже, можно сказать, с первой половины дня, когда им удалось хорошо решать вопрос в билетах, было видно прямо, как это волнение сходит с людей. Ничего страшного, оказывается, нет. Все это входит в их должностные обязанности. Конкурс в профмастерства возродили по инициативе руководства Акрона. Причем в совершенно новом формате. Если раньше каждый участник был сам за себя, теперь нужно показать умение действовать в команде. И это понятно. Профессия парадчика – одна из основных на производстве аммиака. И чем команда сильнее и дружнее, тем больше шансов добиться успеха. Вероника Лебедева, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.